Слава великому советскому народу, народу победителю. То есть, побеждали фашизм всем миром, всем народом. И это не только Россия, это Украина и все советские республики. Это хорошая идея, я считаю, которая в том числе и немножко примиренческая. Потому что примирение это сейчас одна из главных идей, которая есть в нашей политике, политике страны, чтобы наступило перемирие и болезнь тяжелая между двумя парадскими и славянскими народами прошла. Что касается конкурса, мне кажется, он невероятно актуален, потому что я на 60-50 лет победы не помню. Помню, что последний конкурс был, когда песня День Победы была создана, в 75-х год, я об этом читал. Был тогда конкурс, когда поэт Харитон, да, он был участником Великой Отечественной войны, человек старшего поколения, он написал хорошее стихотворение к этому конкурсу, искал композитора, и ему попался на глаза уже в тот момент призванный, яркий, супер-талантливый молодой Давид Турманов, 35-летний. Союз композиторов как-то отверг песню, потому что руководство Союза композиторов было цементировано такими мастерами, как Мурадели, Новиков, это любит старые школы, и у них представления прекрасные были совершенно другие, не такие, как у Турманова, у которого в песне День Победы они как-то так почувствовали в этой мелодии... И они, конечно, помогли такое упростить, но это немножечко зависть, мне кажется, которая есть в молодежи. Зависть в молодежи, надо себя сдерживать и людям старшего поколения радоваться, не завидовать, а давать возможность молодым творить и понимать, что они все равно черпают свое творчество в людях предыдущего поколения, надо им помогать. В общем, с этих времен, когда гениальная песня вышла на экраны и вышла в теле и радио эфиры, прошло много времени. И хочется событий, вы знаете, какого-то нового события, потому что после 75-го года никакую песню такого уровня никто не создал. А если черпануть пласт, который вообще посвящен песням Победы и песням военных лет, то, я не знаю, 25-30% лучших советских предписан советского периода, а они о войне и о победе. Там, не знаю, Евтушерта. «Израненный в Шеменке Дебороску, прикрыв собой весь двадцатый век, ты умирал так гордо и так просто, наш непростой советский человек». «Или снятся бойцу карие глаза на ресницах черных, темная девичья слеза, скубая святая девичья колючая. «Мне без тебя, мне до тебя нелегко дойти, я вернусь, родная, жди и не грусти, с победой приеду, любовь твоя хранит меня в пути». Это же грандиозная, где такие сейчас? Вот нам надо такие сейчас. Потому что надо новые высоты брать и сделать все возможное, чтобы появилась песня, а лучше таскад песен, которые привлечет внимание к этому настоящему подвигу великого советского народа. Это же один из поводов нам всего объединиться и порадоваться, и возгордиться тем, что мы преодолели эту страшную силу. Мы, Россия, Советский Союз, и я очень горд, что я ученик, ученик являюсь участником, или потом был участником, простите, прорыва ленинградской блокады. Мой отец на Фонтанке 90 оказался в июле 41-го года в призывном пункте, и здесь провел всю войну до снятия блокады. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...